Всем привет! Как обещал, делаю быстренько обзор на телефон Blackview A5. Новый, свежий телефон, диагональ экрана 4 и 5, все уже поотвыкали от маленьких диагоналей. Данная модель является бюджетной, но для данного сегмента поставили экран классный, динамик классный, очень симпатичный вид, матовый пластик, не оставляет нигде отпечатков, задняя часть вот такая вот неглянцевая, шершавая, сделана текстурированным пластиком под мозаику. Внизу гравировочка Blackview, расположен один динамик, очень громкий, кнопка включения-выключения, телефонные качели громкости вообще не выпирают чуть-чуть на корпусе, вот так смотрится. Далее, верхняя грань у нас 3,5 мм наушники джек, микро-USB под зарядочку, левая грань у нас абсолютно пуста, внизу отверстие под разговорный микрофон, сзади у нас спряталась 5-мегапиксельная камера, но они пишут 8, но это интерполяция, фото вспышка диодная, и впереди 2 мегапикселя камера. Телефон порадовал, 1 гигабайт оперативы, 8 встроенных, но, как по мне, хотя бы строили 16 гигабайт, тогда бы для этого малыша было бы все супер. Ладно, меньше слов, больше дела. Сделал тесты, вот такое интересное меню, смотрите, новый лаунчер, вот такой сверху вниз, напоминает чем-то Lenovo первой модели. Внизу расположены 3 сенсорные кнопки, они не подсвечиваются, впереди у нас разговорный динамик и датчик приближения. Датчик событий отсутствует. По настройкам. В данный малыш уже впихнули 6-й Android, вот написано, если кто видит, версия Android 6.0, вот такой новый, еще сыроватая версия, потому что, например, когда мне надо было установить Antutu, то старая версия пятерочка проканала, а последняя шестая не прошла, пришлось устанавливать через Google. Обновление у нас идет по воздуху, я уже его обновил, пришли новые обновления для данной модельки. Экран порадовал яркий, есть у него, смотрите, не на полную яркость, также устроены GPS, а GPS, можно использовать в машине как навигатор, можно использовать в городе, если вы где-то заблудились, включаете карту, лишь бы деньги были на симке, и вперед можете бродить, очень удобно, я вам продемонстрирую. Загрузил вот такую программку навигатор, пожалуйста, все работает, ДОСАВ, пожалуйста, сейчас он быстренько ее обрабатывает, ошибка сети, потому что у меня, наверное, отключился роутер. Давайте еще раз попробуем. ДОСАВ! Так, сейчас смотрим вот так. Маршрут построен. Все, можно пешим, можно на машине, поставили на подставочку, и вперед за орденами. Далее. Также сделал тест, как работает роутер. У меня роутер находится через три стены. Ну, давайте пробьем, как он работает через три стены. Это я тестировал через две. Ну, давай, любимая. Ну, вот видите, через три стены чуть-чуть слабее. До пятерочки 6 дотягивает на получение. 6 на получение, и десятку на отдачу. 9,6, 9,7. 10,42. Передача 10,42. Получение 6,11. Отлично. Wi-Fi роутер работает хорошо. Wi-Fi модуль работает хорошо. Так, давайте тесты Antutu. Зайдем, посмотрим. Сейчас сделаем проверочку Antutu тест. Я его установил, но не вынес на лицевую панель. И не проверил. Ну, давайте. Сейчас он его протестирует, и я вам все покажу. Ну, и как мы видим, данная модель набирает 23402 балла. Очень хорошо для бюджетного сегмента. Информация. Модель Blackview A5. Android 6.0. 32-битный. Модель процессора MTK6580M. Графический редактор Mali-400MP. Разрешение дисплея 480 на 854 точки. Да, не супер-пупер, но это бюджетная модель. Интерполяция 8 Мп. Гиг-оперативы 8 встроенных. Из них 5,12. Использование к разрешению. 4 ядра. Тактовая частота 1,3 ГГц. Тест. Мультитач. Бюджетник. Как и все дуги, как и все хомтомы. Два касания. И что у нас здесь есть? У нас есть датчик приближения, датчик освещения и акселерометр. Все. Больше в нем ничего нет. В нем есть еще, что мне понравилось, Bluetooth 4.0. Быстрая передача данных. Также данная фишка этого телефона. Хотя он и бюджетный. Это жесты. Как и всех его собратьях построены. Также есть двойной тап. Пожалуйста. Телефон просыпается. Также мы можем настроить, попадать сразу в камеру, в браузер. Что еще понравилось, в данной модельке, как и во всех ее собратьях, есть расширение текста. Находится он, долго я искал, но нашел. Настроен. Находится он в папке экран. Называется размер шрифта. Мелкий. Вот смотрите, я это увидел только на телефоне. Посмотрите, какие миленькие цифры. Раз. И второе, вот эти все надписи, где иконки, написаны мелким шрифтом. Теперь, что мы делаем? Заходим в настройки, если у человека плохое зрение, выбираем, какой ему нужен шрифт. Давайте я вам покажу на огромном, чтобы вам было видно. Смотрите. Сразу стали буквы огромные. И смотрите, теперь под иконками. Надписи сократились. И теперь цифры в телефоне также стали большими. Очень удобная фишка, если вы покупаете пожилому человеку этот телефон, так как он подходит любым слоям общества. И выбирайте, какой вам нужен шрифт. Пожалуйста. Дальше. Понравилась очень камера. На свои 5 мегапикселей срабатывает очень хорошо. Так, это я делал тесты. Сейчас я вам продемонстрирую. Ну вот, смотрите, это реальные фотографии с реального телефона делалось этой камерой. Также снималось видео. Смотрите. Специально сегодня поехал и снял, чтобы было видно природу, цветопередачу. Смотрите. Очень интересно все смотрится. Это снято все на эту камеру. Так же я сделал макросъемку на данный телефон. Загрузил просто яркие картинки. Это сделано уже в темное время, в вечернее, будем говорить, время суток, чтобы было разница. Вот сделалось вечером, а это делалось, по-моему, в обед. Специально, чтобы показать, как работает эта камера без вспышки. это будет у нас на... Мы ехали во время движения. Стабилизация средняя, не прыгает, ну и не фонтан. что мы хотим. Телефон стоит 40 долларов. Дальше. Вот макросъемка цветов. Красивая цветопередача. Смотрите, ребята. Это все я делал на данную камеру. Так что с камерой... А это картинки из интернета, чтобы показать сочность экрана. Давайте пролистаем. Загрузил Full HD видео. Хороший звук. Дальше. Редактор субтитров. Дальше. Редактор субтитров. отличный телефон за небольшие деньги будете довольны на 100 на все 100 значит это тесты у нас с эпик цитадель это тест с ненамарка это у нас тест я делал в квартире от у нас одни умники доказывают что модуль gps не работает квартире все работает все зависит от модуля который стоит на фабрике да ты только включил потом он доцел раскочегарился и в конце видео я выставлю видео как я делал короче говоря на улице тест этого gps а покажу как снимает камера на улице я все заснял на телефон так что вам еще показать настройки сделали это показал это рассказал но все это показал также можно загружать youtube смотреть все работает потому что некоторые модели леново заказывал родственникам вообще не тянут надо перепрошивать данная модель все работает хорошо поэтому смотрите работает все без лагов нигде ничего не притормаживает так также за можно загнать chrome чтобы не использовать вот и загонял версии тяду за которую говорю все работает отлично отличный телефон за очень небольшие деньги всем спасибо за просмотр остаемся со мной ставим пальцы вверх а теперь в конце видео смотрим тесты которые делал на улице всем пока пока вот так работает камера тесты я по выложу в конце видео ну вот я нахожусь на улице вот так работает теста gps ловит спутники хорошо пожалуйста а и теперь переходим к разделу игры как просили меня подписчики проверить игру танки устанавливает цель она до установилась а быстро в течение 20 минут полностью загрузилась и давайте смотреть запуск был вот так она запускается громкость я прикручивал я сделаю на все смотрите все работает без тормозов и и и и и и и и Продолжение следует... Критическое повреждение двигателя движения невозможно. Все стреляют, все работает. Управление хорошее, графика хорошее. А сейчас загружаем асфальт. Продолжение следует... Ну, летает хорошо, без всяких тормозов. Очень интересно. Меняем вид. Прикольный телефон, ребята, за небольшие бабки. Класс! 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 Класс!